Добрый день, дорогие друзья! С Вас приветствует Виталий Рафеев на канале Чувство Знания. Я рад Вас видеть, потому что сегодня я хочу Вам продолжить рассказывать про тему о правильном сексе. И я набрался такой смелости рассказать о правильном сексе для женщин. Для Вас, дорогие и любимые наши спутницы жизни, наша прекрасная половина, я бы хотел немножко так же, как и в предыдущем видеоролике, показать другую сторону секса, показать Ваше мировоззрение, повернуть в другую сторону. Надеюсь, Вы не будете сильно меня тут ругать и сильно относиться ко мне предвзято, так как моя точка зрения такая несколько выходит за рамки современных, как я называю, клише. И я бы хотел, чтобы Вы имели такую возможность узнать от меня эту точку зрения, которая поможет, возможно, кому-то из Вас найти что-то новое, именно достичь того успеха в жизни, которому Вы стремитесь, благодаря правильному сексу. Итак, для начала. В предыдущем, первом самом видеоролике был такой критерий, постулат, который говорил о том, что правильный секс – это секс, в котором отсутствуют размышления и рассуждения в уме и между партнерами, об отношениях и связях между Вами. И я в следующем видео похвалил там женщин, не зря похвалил, конечно, что они хорошо справляются со своими обязанностями по поводу того, чтобы убирать мозги, ум мужской, убирать его мозги из верхней части в нижнюю часть, переводить. Это, конечно, замечательная Ваша способность, Ваша сексуальность, Ваша привлекательность, которые переводят мужчину в такое состояние недумания. Однако, вместе с тем, в видео, в котором я рассказывал для мужчин о правильном сексе, я призвал мужчин к тому, чтобы они строили как можно больше, занимались отношениями с женщинами. Тогда эти отношения переведут женщину в состояние недумания. То есть, однако, здесь такой парадокс получается, да, как мужчина может заниматься отношениями, если женщина переводит его мозги в известное место ниже пояса, да. Поэтому от Вас, дорогие женщины, сильно будет зависеть именно то мотивация мужчины к созданию, к воспроизводству креативных, интересных, творческих отношений с Вами. То есть, все-таки, есть золотая середина, где должна быть такая гармония, когда мужчина все-таки не совсем до конца свои мозги перемещает ниже пояса, когда видит свою возлюбленную, свой предмет обожания Вас, то есть, дорогие женщины. И, значит, теперь мы обретемся к такому интересному вопросу к Вам, потому что этот вопрос, Вы на него всегда отвечали, я думаю, Вы на него легко ответите. Почему Вы, женщина, занимаетесь сексом? Это, казалось бы, такой риторический вопрос ускажет, да, но, тем не менее, этот вопрос требует ответа. И когда Вы начинаете себе этот вопрос задавать, и у всех у Вас получится различный ответ. И этот ответ именно очень важен для Вас, так как в различные этапы своего жизненного пути секс являлся для Вас тем или иным, той или иной ступенью очередного развития, очередного социальной какой-то адаптации, с одной стороны, или жизненного подъема, или жизненного этапа другого, да. Поэтому этот вопрос мы не можем оставить без ответа. И я на этом небольшом листочке не буду ничего писать, а нарисую кружочки, которые я рисовал в предыдущих видео. И так будет проще. А текст я напишу буквами побольше, да, чтобы было видно. Итак, допустим, как мы относимся к сексу? Именно как к очень важному, ответственному мероприятию, от которого зависит Ваша женская жизнь, судьба и так далее, самореализация, материнство и тому подобное. И, соответственно, в разные периоды жизни, начиная от девичества, и когда Вы становитесь девушкой, женщиной, потом невестой, женой, в конечном итоге матерью, прекрасной идеей, секс является именно одним из важных элементов такого жизненного пути, такой как бы лестницы, да. И эту лестницу мы не будем как бы рисовать как лестницу, мы ее изобразим как кружочками, да. В этом, в одном возрасте Вы его до сюда дошли, потом до сюда, вот так дошли, и вот в конечном итоге дошли, достаточно большой сделали жизненный путь. Увидели, в конечном итоге, очень большой мир вокруг себя создали, семью создали, разные отношения и связи с окружающими людьми, с родственниками, и так далее, и это большой путь достойного уважения и всяческого вам поклона вам за это, да. Но вот на этом пути, если вы идете, да, в конечном итоге вы попадаете сюда, и оказывается, что вы видите, что вы бегаете по кругу, по сексуальному кругу, из которого вы не видите выхода. Выхода нет, и вы не понимаете, а что же дальше за этим происпоследует, для чего же мне дальше заниматься сексом, если я больше не стремлюсь им заниматься, как способом, одним из средств, реализовать свое женское начало, да. И здесь очень важное, очень важное слово «начало», потому что для каждой женщины именно находится такое важное состояние, о котором я говорил в видеоплейлисте, там был плейлист о мужчинах и женщинах, плейлист сотворения человека. Я там говорил об Адаме и об Еве, как, то есть, женщина является воплощением независимого времени, как бы говорил, да. То есть, и вот этот термин «независимость» для вас очень важный. Кто-то скажет, к независимости мужчины стремятся. Я скажу, да, возможно, с некоторой стороны мужчины стремятся к независимости, но для мужчины более важно понятие свободы. Для женщины – понятие независимости. Так вот, вот в этом состоянии у женщины имеется шанс обрести независимость, что наконец-то мы можем освободиться от этого секса, от которого мы зависели, понимаете, от которого мы зависели и продолжаем зависеть. Но выйти за рамки мы не можем, потому что нам здесь страшно выйти за эти рамки секса, да. Перестать заниматься сексом нам страшно, да. А что там дальше без него будет? И этот вопрос, этот вопрос о состоянии такое деструктивное, я так называл бы его, да. То есть, на него хочется получить ответ, но вы как бы боитесь ошибиться, сделать неверный шаг. Вы не видите перспективу, что там за этим состоянием, что за находится. То есть, в видео я рассказывал там о творческом человеке, что я вам рассказывал о том, что вы, человек, находится в состоянии пола. Я нахожусь в состоянии пола, вы находитесь в состоянии пола, и из этого состояния имеется возможность выйти. То есть, если мы не занимаемся сексом, или мы позанимались сексом, и после этого мы можем выйти из состояния пола. Вот это состояние пола нам как бы мешает, То есть оно как бы создает состояние зависимости Так вот, это много-много-много слов я говорю Но термин независимость очень для вас важен И вы все время занимаетесь сексом дальше Вот здесь, только в том случае, если вы получаете увеличение своей независимости Все больше независимости, тогда вы согласны заниматься сексом Если меньше независимости, то вы сексом не будете заниматься Такой у вас критерий у женщин И это вы, так бы, можно сказать, аксиома Не надо никакого доказательства делать, это так есть И следующий момент Следующий момент заключается в том, что вот это состояние независимости Обретается и исходит из того состояния вашего ума Мы сейчас так уйдем от этого термина секс И перейдем в такие сложные термины, что вы подумаете, что здесь предметно О сексе говорить я не буду О сексе я самому говорить, конечно, не буду Но я вам покажу Это мировоззрение ваше покажу Где в этом скроется секрет Вашего успеха благодаря сексу Как выйти сюда за рамки этого состояния Сохранить состояние независимости, увеличить его И в то же время находиться в состоянии секса То есть заниматься сексом Чтобы сексуальная жизнь не была повреждена Чтобы не было проблем в семье Не было проблем с партнером и тому подобное Чтобы вам продолжать развивать свою независимость И здесь мы возвращаемся к термину о женском уме Как я говорил в одном из видеороликов Что женский ум имеет такое интересное качество Он двигается вот в этой области Вот в этой области движется То есть в какой области сексуального состояния развития вы находитесь В этой области ум и двигается То есть вот здесь он двигался Потом вот здесь двигался Следующий этап вот здесь двигался Потом вот так вот двигался И наконец-то он вот так двигается То есть он достаточно хаотично двигается В вашем сознании Он не уходит за рамки сознания Он находится в вашем сознании И в таком состоянии находится Но это состояние не очень комфортное Но это состояние, благодаря этому состоянию Вы выражаете свою сексуальность И мужчина со стороны видит движение к нему, именно состояние вашей сексуальности, движение вашего ума внутри вашего сознания. Это очень важно. Потому что для того, чтобы упорядочить это движение внутри сознания, что вы делаете, к чему вы заинтересованы? Вы заинтересованы в том, чтобы развивать связи. Связи с окружающим миром и в конечном итоге внутри себя, внутри своего сознания. Благодаря этим связям с мужчинами, с женщинами и так далее, в окружающем мире у вас внутри образуются эмоциональные связи, по которым ум уже упорядочно движется. И вы можете проявлять свою сексуальность совершенно грамотно. То есть в те моменты, когда вам это надо, когда это вам необходимо, когда это является вашим преимуществом и тому подобное. Но в этом состоянии вам тоже находиться очень трудно, потому что это состояние зависимости. Ваш ум стремится к независимости. Ему эти связи мешают. И здесь мы приходим к понятию отношения, к которым я вас и призывал мужчин заниматься отношениями с женщинами. Вот эта вещь вам необходима для того, чтобы ваш ум перестал двигаться по связям, перестал находиться в состоянии зависимым. Ему нужно отношение. То есть тогда мужчина проявляет к вам отношения, ваш ум получает удовлетворение. Отношения делают ему делает его свободным. В этих границах свободным. Вам становится легче, комфортнее, приятнее. Комплименты вам приятны. Отношение к вам проявляемое мужчинам вам приятно. и тому подобное. То есть вот это отношение очень важно. Поэтому и сегодня мне хотелось вас призывать к тому, чтобы вы разделяли эти два понятия у себя в сознании. Понятие связей и понятие отношений. Вот они откуда исходят. Поэтому когда вы мотивируете мужчину к чему? К вступлению с вами в связь. Правильно? И мужчина соответственно видя, что вы мотивируете его вступлению в связь, соответственно такой вам эту связь устраивает то, что вы хотите, чтобы он вступил в связь. И для этого очень легко показать, как это делается. То есть я тут картинку бы нарисовал, конечно, с удовольствием, если бы умел такие картинки хорошие рисовать. Ну, вот это зависит вот от этого дела. от длины вашей юбки. Когда длина вашей юбки скажем так, выше колен, то вы стремитесь к тому, чтобы мотивировать мужчину к развитию с вами вступления в связь. Когда длина юбки ниже колена, то вы стремитесь к тому, чтобы мужчина вступил с вами в отношения, мотивировать его. Это два важных момента. Как вы видите в окружающем нашем мире сейчас термин секс и тому подобное превратился в какую-то погремушку, игрушку какую-то, которую эти постановочные фильмы, которые рассказывают об эротике и о порнографии для мужчин, о сексе, который не существует. А постановочные фильмы, творческие, культурные, как мы называем, рассказывают о мелодрамах, о мелодраматических отношениях, которых на самом деле в жизни не существуют. И женщина смотрит эти мелодрамы, смотрит эти сериалы, говорит, вау, как это все здорово. А этого нет на самом деле в жизни-то. А в жизни существует вот, существует способ формирования отношений, связей, мотивации. И поэтому мы как бы потерялись маленько в этом деле. Но на самом деле я призываю вас, женщин, таким способом для начала регулировать отношения и связи с мужчиной, мотивацию. И вы это прекрасно знаете, что когда вы одеваете юбку длиннее колена, то связи у вас становится меньше с мужчинами. Но вместе с тем у вас появляются отношения с ними. И этот момент мы запомнили, да? Следующий момент, очень важный момент. И следующий момент такой, что вот в этом состоянии, когда у вас образуются связи внутри сознания, опыт движется. И сознание, движение ума по этим связям создаёт у вас опыт. И есть такой термин, такое понятие опытная женщина, опыт. И женщины очень много возлагают надежд на состояние опыта своего непосредственно. И других женщин в том числе. Или на мужчину даже возлагают такие надежды про опыт. И вот это состояние опыта не всегда вам помогает. вы находитесь вот в этом состоянии, вот в этом, вы обращаетесь к опыту внутреннему сознанию, а он вам не может помочь, он не может выйти за рамки. И вы начинаете искать, искать, как выйти, как с помощью опыта выйти за рамки. Однако здесь выхода нет, понимаете. Даже вот потому, что нет отношений. Пока отношений не будет, вы за рамки опыта не выйдете. Но в отношениях опыт не очень вам помогает. Там помогают другие совершенно вещи. Итак, вы встречаете женщину, подругу, у которой опыта меньше, а способности выйти за пределы своего сознания больше. И вы говорите, как это так, почему-то такая уверенная в себе. Есть такое понятие, есть такое женщина уверенная в себе. В одном случае это женщина опытная, в другом состоянии женщина уверенная в себе. это женщина, у которой имеется развитая интуиция. И вам, конечно, это очень интересно становится, как же эта женщина достигла такого состояния, такого опыта. И вы делитесь друг с другом какими-то своими переживаниями, эмоциями или опытом. А другая женщина имеет опыта. И она помогает интуитивно принять решение какое-то. Так вот, мы сейчас говорим именно о том, что правильно секс поможет вам выйти за пределы этого состояния ограниченного сознания. То есть выйти из состояния осознания. Это очень важно выйти за рамки, чтобы сохранить свои сексуальные отношения с вашим партнером и вместе с тем сохранить свою независимость, развитие. Итак, здесь будем говорить о чем? О том, что ваша интуиция откуда она рождается. Откуда у одной женщины интуиция развита, а у другой женщины нет. Почему? Так вот, здесь имеется такое понятие как рациональное отношение и такое, скажем, чувственное творческое отношение к сексу. Так вот, эти два состояния надо соединить творческого и рационального отношения к сексуальным партнеру к своему. То есть мы даже мотивируем мужчину к отношениям, а сами хотим вступить в связь, чтобы здесь больше опыта было и было более комфортно ваше уму. Вот здесь связь, нам связь тоже помогает, то есть мы в один момент делаем связь, другое дело развиваем, мотивируем мужчину к отношениям. Вы сами такой интересный, гармоничный здесь момент получается. Если вы мужчину мотивируете к отношениям, он начинает думать, правильно? Если мужчина думает, он начинает анализировать, надо ходить к вам какой-то подход и тому подобное. Он создает отношения вокруг вас, создает атмосферу такую комфортную, приятную. И вы ваше ум начинает глупеть. Ему хорошо становится приятно. И вы начинаете чувствовать такое состояние неуверенности. А что? А вдруг он меня обманет? вдруг это это? Вот в этом состоянии мужчина сформирует с вами отношения. Вы начинаете теряться. И вы боитесь этого отношения. Понимаете? Тогда вы делаете юбочку повыше колена. Чтобы мужчина начал строить с вами связь. Чтобы ум начал двигаться по тем эмоциональным связям. И вам начало комфортнее быть. Чтобы вы опять уверенность почувствовали. Правильно? Вот этот секрет такой. Секрет этой юбочки. Выше колена или ниже колена? Или ниже колена? Наоборот. Не важно. И здесь мы к чему приходим? К какому интересному выводу? А к такому интересному выводу, что вы начинаете мотивировать мужчину. Но в то же время мужчина мотивирует вас. У вас на таких весах, на таких качелях это веселое интересное занятие. Вы должны прийти к сексу в конечном итоге. Вы не будете сами это думать. Будет происходить бессознательное думание. Оно будет находиться за вашими пределами. Понимаете? То это будет находиться в мужчине. Понимаете думание ваше. А мужское думание будет находиться в вас. Как бы такое перетекание взаимное. И это перетекание у вас придет к правильному сексу. Итак дорогие женщины мы говорим о правильном сексе. Сейчас будет очень важный момент. То есть я достаточно много нарисовал такую картину плотненькую плотненькую мировоззрение в котором вы находитесь. Сейчас мы сделаем очень важный вывод. Что произойдет при правильном сексе? Как вы перейдете в это состояние свободное благодаря правильному сексу? Благодаря сохраните свои сексуальные отношения с партнером и приумножьте свою независимость. Эти два параметра для вас очень важны. Как это происходит? Сейчас я так буду маленько пошлить чуть-чуть но без этого никак не ободействовать когда говоришь о сексе. То есть когда мозги ум мужской перемещаются ниже пояса что происходит с мужчиной? Что происходит с мужчиной? То есть физиологически у мужчины происходит что? Эрекция. а у женщины есть такое же состояние ума такое же состояние ума когда ум вот эта вся куча ума будет стремиться вот сюда как бы в центр в центр понимаете то есть ваше вы занимаетесь таким ваш ум занимается с вами сексом постоянно понимаете он постоянно вас сексуально домогается и вот вы вы вынуждены направлять это как сексуальность вот в этом состоянии но когда вы хотите чтобы он от вас стал независим понимаете у него такое состояние ума ему хочется освободиться от вас выйти отсюда из сознания выйти освободиться так вот это состояние ума это как бы внутреннее возбуждение ума когда отношения и связи одновременно присутствуют в вашем сознании то ум начинает как бы возбуждаться там происходит как бы внутренняя такая эрекция то есть ум поднимается внутри вас как такой стержень понимаете вам тверже внутри вас становится он он становится вот таким стержнем вот в этом состоянии вы занимаете сексом с мужчиной и он перемещается ум сюда перемещается сверх полностью вверх у мужчины вниз перемещается у вас сверх перемещается это вот это ваш момент о котором вы нигде не услышите в этом таком странном моменте именно вот таком состоянии состоянии внутренней эрекции понимаете как бы и вот это состояние позволит вам именно во время правильного секса через ум выйти в состояние осознания то есть ваше самосознание здесь образуется она изливается помните что делается с мужчиной когда он достигает состоянии там регуляции женщины такое же происходит состояние внутреннего оргазма внутреннего когда сюда сюда происходит вы вот здесь вдруг оказываетесь понимаете когда вы утром просыпаетесь и понимаете что вы находитесь больше мире больше а эти внутренние эти проблемы вообще ни о чем не говорят вам вообще по сравнению с этим пространством которую попали вообще ни о чем то есть вот эта независимость новые новые ступени вашей независимости вот это сохранение сексуальных отношений с партнером и это одновременно рост вашей независимости вашего успеха в жизни гарантии понимаете то есть когда вот этот внутренний оргазм происходит когда ум подымается внутри вас и происходит это гармония отношений и связи между ума и сознание мужчины и женщины и соответственно утром вы просыпаетесь вы принимаете разумное решение какой-то или участвуете в каком-то проекте или с ваша семья является таким проектом разумным да которым благосостояние гармония покой превалирует и развитие все такое то есть я вас благодарю за внимание я вам показал что очень важно вашим сексуальным партнером заниматься правильным сексом без думания и размышлений отдать это думание размышления бессознательное состояние и вот в этом бессознательном состоянии достичь независимости достичь новое состояние осознания выйти за рамки сознания своего вот сюда еще дальше добиться больше независимости больше веренности и интуиции развитие интуиции видение ваше будет видение расти развиваться будет постоянно вы не нуждаетесь в опыте вашим то есть ваш опыт другого способа привести опыт в жизненное состояние нету это вот правильный секс только вам даст даст перед трансформацию вашего опыта трансформация вашего опыта только таким образом прохождение через ум ваше самосознание проходит через ум и рождается осознание на новом пространстве нового мира и в котором конечно вы будете для чего вам это надо для того чтобы в этом мире вам развивать ваших детей воспитывать вам же надо видеть больше мира чтобы показать ребенку этот мир показать ему научить его как в нем жить вот это и надо вам для этого поэтому занимайтесь сексом правильно смотрите мои видео и я желаю любви счастья быть прекрасными красивыми такими как мы вас себе представляем благодаря вашей сексуальности привлекательности благодаря вашим коротким и длинным юбкам всех вам благ с вами был виталий еврофеев на канале часа знания пока